Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу и братья, сёстры. Давайте продолжим тему истории Восточной Церкви. И остановились мы на как раз вчера еще на таком сложном периоде, рассказывающем о смешании христианства с язычеством. И даже с оккультизмом. И говорить об этих вещах надо. Почему? Потому что на сегодняшний день действительно миллионы душ нуждаются в освобождении. Я обращаюсь к вам, сидящим здесь, и тем, кто онлайн, чтобы вы сами не попались на удочку врага. Знаете, я понимаю так, что даже самый умный и духовный, и помазанный, и всякий, никто не застрахован от падения. Никто. И я в этом убеждался много раз. И на своей жизни, и взирая на судьбы многих очень служителей, никто не застрахован. Абсолютно. Лишь Господь, Он есть наша страховка. Все. Нет других страховок, абсолютно никаких. Ни количество лет служения, ни положение твое, ни какая-то идеальная богословская школа твоя. Ничто. Абсолютно. И знаете, меня лишь утешает то, что каждый раз, когда встаешь, Бог, Он напоминает тебе, что Он простил тебя. Ты Его дитё. И даже если человек не верен, он верен своему слову. И даже если человек забывает, он не забывает никогда. Он никогда не забывает, он не покинет, не оставит. И это, знаете ли, это настолько, ну, восхищает просто в Боге, вот эта верность Его. Удивительная. И вот... Сестра спросила, Людмила, да, может ли, вообще, может ли церковь православная, восточная пережить вот... Сейчас вот такое, как, пробуждение, да? Возрождение. Возрождение. Я живу этим. Аминь. Я живу этим. И если бы не эта вера, я бы никогда бы не одевал больше эту лясу. Ну да. Я живу этим. Правда, до 2003 года, если честно так говоря, я то верил, то не верил. Знаете ли, молюсь, верю. Меньше общаюсь с Ним, меньше верю. А порой с кем-то пообщаешься, вообще не веришь уже. Как бы, вот то веришь, то не веришь. Вот как-то так мне было. Особенно, когда с батюшком пообщаешься. Ой, думаю, что кому это надо вообще? Горба-то в могилу исправить вообще, значит. И вообще, значит, как мертвому припарка. Поздно пить боржом, я думаю, когда уже все здоровье наматывают. Ну, как бы, знаете, значит, и... Потом молишься, Господь, ну, вроде как приходят, вот да, и веры, и все. Особенно, когда с харизматами молишься, они такие, ну... Вот, а там мертвы поверят. Значит, я думаю, точно, такие, да. Таким придет. Таким придет. Но, очень часто был, как тот еврей, который говорил, Господи, верую, помоги моему неверию. Вот, 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 вот так вот. И, знаете, и так у меня было, вот, больше или меньше до 2003 года. Вот, несколько лет я, вот так вот, в таком борении был. Вот, и, ну, я знал точно, что Бог меня призвал носить рясу, но я говорил Господу, ну, даже если никому это не поможет, ну, вот, ты сказал, я буду носить. И все, как бы, вот, а он мне призвал снова носить рясу. Я когда в 96-м, я вышел, когда в 96-м году, я снял рясу, я думал, в жизни никогда больше не одену. У меня аж аллергия была от нее, думаю, как бы, я когда видел на улице, я полгода не одевал ее вообще, забросил, даже забыл про нее уже, куда бросил. Вот, значит, у меня не одна ряса все это скомкало, на тряпке, думаю, жена порвет, значит, и все. Знаете, вот, я когда видел на улице человека в рясе, у меня аж бунт такой, аж противление, думаю, лицемерие, фарисеи, думаю, это ж такое. Я готов был обойти, на другой конец улицы выйти, чтобы по другому трутару пройти, чтобы мне больше, ну, с такими людьми больше даже не соприкасаться, вообще, думаю. И думаю, и надо же, я ходил вот так вот, как клоун какой-то, значит, в этих одеждах. И Господь, и Оно. Я думаю, никогда больше, вот, думаю, спасибо Господи, что все, я ничего с этим больше в жизни никогда не имею вообще, думаю, все. Правда, полгода мы вот с женой ходили по разным церквям, значит, у меня друзья были и баптисты, и харизматы, и писятники, адвентисты, разные очень. У меня еще, будучи последние месяцы традиционным священником православным, уже решался выходить, обдумывал, и уже заявились уже друзья, многие протестантские друзья. Вот, и к моменту выхода у меня были друзья и там, и там, и там, но я понимал, что я общаюсь со всеми, а они между собой не общаются. У них там конфессиональные свои, там есть там ширмы определенные, запреты даже общаться. Вот, значит, и я думаю, если сейчас я примкнусь к этой церкви, допустим, значит, то вроде с теми уже будет некошерно общаться. С теми вроде как бы, значит, устав, ну, я же не могу нарушать их, там, внутренний устав, со своим уставом-то не лезут в чужой монастырь, думаю. Вот, как бы, и несколько месяцев мы так вот ходили, ходили. А, кстати, а еще, за там месяц или два до выхода меня еще угораздило попасть на евангелизацию одну, значит, Карл Густав Северин проводил евангелизацию в этом, в Гомеле, в Белоруссии. А Белоруссия была от меня рядом, там, у меня была там половина прихожан с белорусской стороны. Вот, и меня два пастора, два Ивана, один харизмат, другой писатель, вот, значит, забрали туда на евангелизацию. Значит, предложили, так, а я что ж думаю, пожалуйста, проехаться, значит, с ними. Тем более никогда не было на больших служениях, там стадион, говорит, арендуется, Динамо, там тысячи людей будет. Вот, конечно, за милую душу. Вот, значит, и поехали мы, ну, мы поздно приехали, уже там уже, там уже, все, парковка забита, значит, там, ну, думаю, и народ уже весь там уже прославляет Бога, а мы только приехали. Короче, мы нашли там где-то, во дворах, припарковались, пока вышли, все, а вот и был промысел Божий, оказывается, что мы так там, короче, мы с Карлом Густавом вот так вот столкнулись. Мы шли с другой стороны стадиона, и там, значит, черный ход, и там как раз его с этими охранниками туда вели, значит, и как раз столкнулись лоб в лоб. Вот, значит, и, короче, Карл мне пророчествовал в тот день, вот, переводчик переводил, вот, но я был без рясы, я страх ради своего православного рясу снял, под протестанта закосил так, вот. А вас на секрет. Ну, меня один из пастырей сдал сразу, Карлу там, это батюшка здесь, думаю, стоп, я же в епархии пообещал, что, значит, что не буду светиться, а здесь, думаю, засветили уже. Ну, ладно. А у меня борода была вот такая вот, я ее так раз в пиджак, как хатабыч. Ой, значит, и смех, и грех вообще, как вспомнил, вообще. Вот, значит, и, короче, этот, значит, Карл там, давай пророчествовать, переводчик переводит, значит, так говорит Господь, я так, ничего себе. Вот, значит, и говорит, что, значит, что я одену вновь рясу эту, а я как раз думал, сейчас последний месяц и где-то еще, и даже меньше, я уже все, сниму ее окончательно. И что я одену снова рясу и пойду к своим, буду проповедовать, и реформация будет какая-то туда-сюда, в православии, большая реформация, покаяние миллионов людей. Я так думаю, хо, когда пошла речь уже о миллионах людей, там, о реформации, нет, я уже все, я внутри уже как Тассаров уже засмеялся, уже, ну, при всем уважении. Думаю, наверное, ну, идеалист, типичный шведский, знаете ли, страшно далекий от нашей российской реальности вообще, значит, он как с другой планеты. Если бы он хотя бы немного знал, вот, в чем сейчас мы находимся, он бы никогда бы такой, ну, наверное, просто он свое, как бы, желание выдал за Божье откровение, значит. Ну, как бы, я не так не говорил, конечно, я так, ну, окей, хорошо, 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 спасибо, приходите еще, как бы, все, значит, ну, я, вот, вот, честно говоря, вот, поначалу, чем, так, думаю, напрягся, думаю, так вот Господь, а потом, думаю, когда он пошел, говорите о реформации, думаю, не, все, это не про меня и вообще, это, вот. Вот, одним словом, не поверил, пусть Карл не обижается, но я его не посчитал тогда пророком, честно говоря, вот, но самое интересное, когда уже вышел, я забыл, даже забыл о том пророчестве, потому что, как бы, значит, оно мне и никак не прилепилось абсолютно, вот, значит. Но самое интересное, буквально через полгода после выхода, реально Бог проговорил мне, уже самому, не через кого-то там, хотя были еще через кого-то некоторые мысли, но это, это, освободить снова рясу, я думал, может, это не Бог вообще, может, это, может, Бог-то, может, ошибся, может, кому-то другому. Но я был готов чем угодно заниматься, буду там у адвентистов полымать или у пятидесятников где-то там сторожить, там, что угодно, но только не служителем и тем более не в православии вообще. Мало того, что служителем не хочу, то есть, вот где-то там на задней скамейке сидеть, да, вот, значит, где-то что-то там делать, так вот, по хозяйству, да, но ни в коем разе не за кафедрой, там, не служителем, тем более в православии, тем более какое-то непонятное реформаторское. Реформаторская. Что за реформаторская вообще? Зачем она нужна вообще? Вот. И знаете ли, в 2003 году все мои остаточные сомнения были развеяны. До того были, конечно, откровения еще. Было сновидение, допустим, были истолкования языков. Разные очень, с разных сторон. Из Библии я везде видел реформацию. В молитвах всегда у меня заканчивалось именно этим посылом. Я сам удивлялся, думаю, к чему бы это, когда наполнение было Божье. И знаете ли, в 2003 году было вот это откровение, что Он есть воскресение и жизнь. И это было сверхъестественным событием таким. Я рассказывал свидетельству уже как-то в школе, что это было ДТП. Я попал, да, значит, и я сбил подростка. Я был за рулем машины. Вот. Мы ехали с Киева. Мы снимали квартиру здесь вот на Харьковском массиве в Киеве. Значит, ехали в Россию. И, значит, по дороге вот в Сумской области, Кролевецкий район, не доезжая Кролевца, значит, отсюда, если ехать, то вот лапшин там есть такой. Вот. Он там сбил подростка этого школьника, стошеклассника, значит. И самое удивительное, что, во-первых, да, Бог его воскресил там на дороге. Это было первое. Понимаете ли? Второе, что очень быстро он был исцелен. Очень быстро. Раны несовместимые с жизнью зажили вот буквально там 10-15 минут. То есть его загрузили. Врачи не видели, факт воскресения, только лишь я один видел на дороге. Но когда приехала в скорую помощь, он был поломан. У него сзади, вот, говорю, голова была, как переспел арбуз трескается, вот. Кости разошлись, и там мозги были видны, клокотала эта мякоть. Вот, значит, и врач лишь одну фразу бросил, когда погружали мальчика, что мы его не довезем. Раны несовместимы с жизнью, это, ну... Вот, но я понимал, что если Бог его сейчас поднял, а он был без признаков жизни, был, и не просто обмороченное состояние, а это была действительно именно смерть. Вот, то я думал, что раз он сейчас Бог его поднял, значит, не за тем, чтобы он умер по дороге. Думаю, хотя бы поломанный, но будет живой. Но он не был больше поломанным, потому что его загружали с ранами несовместимыми с жизнью, а выгрузили уже там уже в крыльевце без следов даже, бесследно. Но врач скорой помощи следователю, потом уже, спустя там сколько-то часов, когда уже и я был там уже в кабинете следователя, в моем присутствии просто был разговор этого врача и следователя. И врач сказал так, что это чертовщина какая-то. Он сказал, что это не была массовая галлюцинация, потому что это не могло нам всем сразу показаться. У него действительно был череп вскрыт. Вот, были травмы, были переломы. Но пока везли 10-15 минут, у него все зажило, как будто не было ничего абсолютно. Кровь оставалась свидетельством, что все это не приснилось, это не показалось, это не причудилось, это было на самом деле. Кровь оставалась. Но когда ему кровь смыли, не нашли ни царапинки, ничегошеньки, бесшовно срослось и кожа срослась. Потом хирург, который проверял мальчика там на месте уже, значит, сказали, с ДТП привезен он. Вот, его догола раздевали. Одежда, хирург, ярый атеист там был. Вот, это потом его, младший медперсонал все рассказал. Вот, значит, для хирурга это было сильнейшее свидетельство. Так вот, хирург видел, что одежда свидетельствует о том, что он был с ДТП. Значит, на теле должно быть повреждение, судя по одежде. Но потом он сказал такие слова, что, как будто бы его по дороге переодели в чужую одежду. Потому что под одеждой все было чисто. Ни синяков, ни ссадин, ни ушибов, ничего. Это не переломов тем более. Все работало, все двигалось, ничего не болело у него. С ним разговаривали, значит, а, делали снимки. Когда делали снимки, здесь уже была чертовщина, врач сказал. Опять, только уже хирург уже этот. Почему? Потому что пока разговаривали с ним, выяснили, что он уже лежал у них в хирургии с переломом. Врач его вспомнил, что лежал он у них с переломом. Связано было тоже с мотоциклом, там, падением с мотоцикла. Я-то сбил его, он выехал на мотоцикле покататься из одного села в другое, через трассу. И вот удар был... Я пытался избежать сколкновения, но было уже невозможно свернуть. И удар был сильный. Мотоцикл был в таком состоянии, что он не подлежал больше восстановлению. Представьте, удар был сильный. Внедорожник на скорости, значит, для, значит... Две тонны на скорости, значит, больше двух тонн даже, значит, для мотоцикла. Вот, значит, тем более его так вот повело, что, ну да, сказали, это не подлежит восстановлению мотоцикла. Вот, а пацана Бог восстановил за 10-15 минут. Вот, после воскресенья, правда. И вот, значит, и что еще интересно. Дальше, значит, было больше. Узнали, что, да, это он. Он подтвердил, что, да, он лежал у них в хирургии, был с переломом когда-то, значит, все зажило у него с первого раза хорошо тогда. Его вспомнили, все. И вот дошло дело до снимков. Делали снимки, проверяли его. Вот здесь уже было вот невероятное. Почему хирург был очень сильным? Он просто, он молчал, правда, но он был так, видно, понимаете? Младший медперсонал был очень возбужден. Медсанитарки, медсестры очень обсуждали все так. А вот врачи больше молчали, особенно и хирург, он молчал. Но для него это было сильнейшее свидетельство. Потому что не только не было никаких следов переломов, даже следа от старого перелома не было. Следователю в моем присутствии, опять-таки, было сказано следующее, что не бывает бесшовного срастания кости. У него в прошлый раз был перелом, все зажило, но на снимке должен быть след от старого перелома. Не бывает бесшовного срастания. А там как будто бы кости у него никогда не ломались вообще. Не только новые переломы исчезли, следов не было, череп целый, как будто не ломался никогда. Не только внешне было, косметически было исцеление, но и внутренне было исцеление. Больше того, все органы были чисты, ничего не порвано. То есть удар, представьте, мотоцикл не поддержал восстановлению. А он, пацан, был здоров, чист. Описание сделали так, лишь под ягодицей, шлепок описали, даже не синяк. Потом сказали следующее, даже врач сказал скорой помощи, что даже то, что по дороге писали, надо было все стирать. Почему? Потому что даже не могли поставить ему сотрясение мозга. Дело в том, что он все твердил. Я, говорит, умираю, я есть хочу. Дайте что-нибудь поесть мне. И вот еще, кстати, тоже было еще одно свидетельство, что это было именно конкретное воскресенье. Не нашли в нем пищи. Как будто он не ел не просто день, два или три, а как будто давно уже не ел вообще ничего. Спрашивали, когда он ел, когда последний раз. Он сказал, что ел каждый день и не раз в день. А утром, с его слов, он очень хорошо позавтракал плотно. Потому что у него предполагался один прием пищи в день. Потому что он сбежал со школы, с уроков. У них был сговор у пацанов. Они с разных сел, короче, на мотоциклах, на мопедах, на всяких, съезжались в одно село условное, чтобы весь день гонять. Это была пятница. И всю ночь даже гонять. Следующее. Так что, вот, и слов он поел хорошо. И вот врачи здесь не могли объяснить, как это в нем нет пищи. Он же не птица, знаете ли, раз, и ему наплевать на все. Как говорится. Должна быть какая-то пища, а в нем не было. Вот для меня это было еще одно свидетельство, что это было именно на воскресенье. Из мертвых. И потом, вот в тот, там еще другие были ситуации, еще интересные, очень даже. Вот, меня отпустили. Следователь, там, офицеры другие, там, СБУшник был. Значит, на них такой, знаете, страх такой напал. Такой вообще. Хороший такой, божий страх. Ну, конечно, я же вряд себя в подрязнике, да. Вот, значит, и у них тоже там батюшка есть местная, но они вместе с ним, там, к девочкам в сауну ездят. А здесь, ну, они потом там рассказали все. Вот, значит, а это батюшка другой какой-то. Внимательно, они в шоке просто, значит, что Бог-то он, как бы, не батюшка. Он вообще, он другой совсем, значит. И, короче, значит, получилось так, что, значит, отпустили меня. Они выйдет, притом выйдет от нас, как бы, побыстрее. Проводили, как с Верховной Рады, наверное, приехал бы к ним, там, депутат какой-то, всем коллективным трудовым. Все эти милиционеры, все эти там. Вот, а там этот капитан, Сергей Шкура, значит, там, на этой дороге он там работал не первый год, говорит. И он сам видел место происшествия, место ДТП, он видел мотоцикл в каком состоянии, видел, значит, там, значит, там, где тело лежало. И он мне сам говорил, что, батюшка, ну, извините, но у пацана шансов никаких, ноль. Это морг. Я говорю, нет, в реанимацию повезли. Ну, может быть, но, поверьте, уже не первый год на дороге, видим, в каком состоянии все. А здесь он видит другого пацана, ну, этого же пацана, но как будто другого, чистого все, как будто не ломалось ничего. Он был взрослый мужик, знаете, как будто пацан, потерявшийся в супермаркете. Вообще, в такой растерянности стоял он. Я когда вышел от следователя в коридоре, в коридоре этой милиции, он стоил. Вообще, вот, и вот, немая сцена. Как у Гоголя, наверное, вот, ревизор. Вот. Но там много было интересного в тот день. Это было как раз... Кто-то уверовал с ним. Как? Уверовал кто-то из них после... Надеюсь, надеюсь. Не, хотя у меня есть косвенное свидетельство, что все-таки да. Значит, я потом бывал в Крылевце, проповедовал. Приходил медперсонал на служение. Они потом мне показывали даже ихнюю, там, местный депутат даже, там, выделил деньги, там, значит, там, машину. Ну, у них появилась новая реанимационная со всеми наворотами такими машина. Таких даже в Киеве мало. Вот. А потому что я там рассказал о том, что в каком состоянии у них там медицина на телевидении. Вот. Как бы, и они знали, что, как бы, благодаря этому, как бы, за то, что, как бы... А я там еще был приглашен в Штаты, в Америке, значит, там, и на двух больших миллионных аудиториях рассказал об этом, что там, говорю, и приехала скорая помощь, такая, значит, там, скорая медицинская помощь. Ну, там, она и не скорая, и медицинская, и не помощь вообще. Вот реально. Просто машина. Да, это, это, вот, гроб на колесиках был, значит, буквально. Из медикаментов, а не носилки. Вот серьезно. Я думал, такое, я думал, такое только в юморесках бывает. Оказывается, в реальной жизни бывает такое. Вот это, да. Ну, по всей нигде провожаю. Ну, наверное, да. Но самое интересное, значит, ну, как бы, если захотят, то могут, представьте, депутат отдал команду, все, значит, выделили машину, все, они там, у них там, да, значит, все, вот это, да, думаю. Боже, естественно. Да, и они знали, что это вот откуда благословение. Вот, но, правда, хирург умер, значит, и так он и умер атеистом. Но я этим женщинам сказал так, что, говорю, знаете, не будем спешить судить не только там живых, но и мертвых. Мы не знаем, с каким сердцем он умер, возможно, вот как раз для него было свидетельство. А пастор Галя из Сум, значит, она там миссионером была, как раз в Крыльце, она сказала, что там у нее даже домашняя группа появилась такая из этих гаишников, значит, там, да. Ну, их жен, там, значит, там, то есть, ну, я так подозреваю, что это тоже толчок был, как раз, по крайней мере, для некоторых из них задуматься, да. Но, значит, я почему-то рассказываю ситуацию, для меня это был тоже стресс, я никогда не молился за воскрешение мертвых и не думал, до того, и не думал, что однажды будут так вот молиться. Вот, там, где-то в Африке, в Африке, где-то там, бонки, вот пусть он и молится, как бы, значит, ему, как бы, сам Бог велел, значит, там, вот, значит, черных воскрешать, значит, там, значит, там, где-то в Индокитае, значит, там, происходит, ну, да, но у нас, и тем более вот так вот. Не надо. Да, честно говоря, стресс такой был. Вот, тем более, это нежданно-негаданно совершенно, значит, знаете ли, я никак не был готов к этому. Вот, и я верующий, но не настолько думаю, чтобы так вот, не знаете, чтобы так мертвых поднимать, значит, там, значит, как бы, притом такие, у меня всякие чудеса были. Ну, я сам воскресал из мертвых, но сам это одно, но когда молишься за другого, и другой воскрешается из мертвых, это другое переживание совершенно вообще, поверьте, мне есть чем сравнивать. После этого были другие еще воскрешения из мертвых, еще три воскрешения было. После того, в разных ситуациях, порой даже еще более ужасная была ситуация, это в Киеве тоже как раз девочка, там 13 этаж, упала на порожки, там музыка вообще вылетела, там были страшные вещи. Через месяц она ходила в школу уже, правда, с этой штукой еще, и врач там здесь в Киеве уже, значит, там профессор, который оперировал ее, он матери сказал так, что это точно Бог, говорит, вам нужно идти в храм свечку поставить, потому что это точно Бог, потому что то, что мы сделали операции, сколько, ни одна из них не повлияла на то, что произошло, говорит. Он признал факт именно воскресения и чудо. Вот, значит, другие были ситуации еще, значит, там, вот я в воскресенье рассказывал, да, Олег, вот в церкви рассказывал, как проводницу Бог воскресил и исцелил ее, значит, тоже, значит, просто в поезде, просто еду в поезде, и вот. Отравление, проводница умерла, и врач констатирует смерть, выходит и вызывает труповозку на станцию следующую, на которую мы идем, значит, и проводницы плачут, приглашают меня помолиться. Они думали, я отходную молитву почитаю сейчас, вот, значит, как бы, ну, не отпевать, а вот, ну, когда, вот, да, они видели, что батюшка, значит, служитель, значит, а я молился за воскрешение и призвал к этому женщину, они плакали и молились, повторяли, что Бог воскресил ее и исцелил. Настолько было все удивительно, что даже труповозку пришлось отменять, снова вызывать, значит, врач, этот, не врач, как его, начальник поезда, при мне там все, звонил, звонил дальше, говорит, отменяем труповозку, вызываем, значит, это, значит, это, как его, реанимационную машину. Вот, значит, оттуда говорят, там, громкая связь, это, там, говорят, да что у вас там происходит? От начальника поезда не может комментировать даже, он просто, просто, понимаете ли, а когда я стал молиться за воскрешение, врач, который смерть-то констатирует, он на меня как на дурака смотрел, как на психа, знаете, вот, вот, значит, но когда женщина воскресла, он молчал и все, больше не сверлил меня взглядом, значит, таким, психиатрическим каким-то, вот, значит, понимаете, значит, батюшка молится за воскрешение, ну-ка, для него было, вот, а потом дали отбой даже и вот этой реанимационной машине, потому что чем ближе к станции, тем было все и лучше и лучше, вот, и потом сказали ей полежать, значит, там, все, значит, и она доедет до конечной станции и у себя дома обратится уже в больницу, вот, но получилось даже, я понимаю так, что даже и больницу не надо было, потому что буквально через еще две станции, мы ехали еще долго, там, ну, какое-то время, еще через две или там, сколько там станции, не помню, Она уже ходила, чай разносила. Розовый, красивый уже, а была страшная, черная, зеленая, пепельная, уже когда умирала. А здесь розовенькая, красивая такая, уходят и чай раздает уже, разносят люди. Понимаете ли, значит, другие были, для меня каждый из этих случаев, он запоминаемый и он очень удивителен. Но самый первый случай воскрешения, он запоминаемый самый. И во-первых, а во-вторых, это было связано с откровением. В общем дело, это было связано с откровением. Вот, только упаси Господь, вас думать, что там, это как бы отдельные чудотворения у меня там такие. Нет, это через каждого из нас Бог совершает абсолютно. Вот, поэтому больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, даром получили, даром давать и все. И здесь это не какие-то там уникумы. Вот, и потом, потому что в православии, к сожалению, традиционно это принято считать уже чудотворением, значит, все уже такой уже святой там, супер святой. Был случай, когда вот с Днепропетровска тогдашнего еще ехали мы на Харьков с братьями, значит, и там было служение в поселке, в селе. И получилось так, что проезжали мы на Харьков, на машине ехали. И там братья харьковские были, служители, и они сказали, вот у нас здесь как раз вот, прямо вот Харьковская область начинается, там село есть, и там есть группа бабушек, евангельских таких верующих. К ним никто не заезжает фактически, давайте заедем, хотя бы на 5 минут. Благоставимых, они будут очень рады, вот эти бабушки такие, ну, такие очень сердобольные такие вообще, хорошие бабушки, молитвенницы, вот они такие. Хорошо, давайте, что ж, время позволяло у нас, там несколько часов было свободных вообще, вот давайте заедем, конечно, благоставим, и бабушек порадуем. Вот, заехали, а там как раз это, там дойка была, коровы там, значит, там все там доились, значит, и бабушки такие довольные, батюшка, а вы можете еще часочек у нас, в принципе, могу сейчас задержаться, а что такое? Сейчас бабы все вот с этих дойек, мы давай всех соберем сейчас сюда у нас. Думали в хате сделать такое собрание, а там пришло столько, что не вмещается, даже не во дворе, за двором, ну, за забором, там на улице прям поставили скамеечки, вынесли все, собрались там и всякие, ну, женщины там разных возрастов собрались, немного мужчин было, в основном бабушки. Ну, и я им благовествовал, там, в основном православные бабушки, вот, им интересно, батюшка в кое-то веке приехал, тем более, с Киева, вообще, красота вообще, знаете ли, вот, значит, и я им давай, там, значит, там, проповедую, говорю, бабушке, вот, значит, говорю, молитесь Николаю Годничку, молимся, батюшка. Я так говорю, не молитесь больше, такая, значит, немая сцена такая, а молитесь к матушке Богородице, они молимся, я говорю, не молитесь, они так, понимаете, шоковая терапия. Я говорю, а молитесь к Богу, они так, фу, ну, как бы, мало ли, может, антирелигиозная пропаганда какая-то. Я им, давай, вот Иисус Христос, они, фу, ну, хорошо, короче, батюшка. Да, а то напряглись так, вот, и плюс еще, ну, Божий Дух действовал очень сильно, конечно, потому что я начал молиться за этих людей, благоставил, ну, братья, пора уже уезжать, уже, давайте, благоставим хотя бы людей. Вот, дело в том, что маленький коллектив, там небольшое село, и они знают друг друга, болячки друг друга знают все, значит, и когда начались исцеления конкретные такие, понимаете, вот, ну, люди, некоторые сразу, допустим, плохо видела, хорошо стала видеть. Она даже растерялась, значит, потом объяснила, что вот почему-то стала хорошо видеть. Вот, еще говорю, ну, почему, потому что мы сейчас помолились, стали хорошо видеть, вот, да, вот. Другой там на шее какая-то опухоль, вот, она пропала, просто поток снимала, говорит, ну, нет, нет ничего, как будто не было. Потом стали другие проверять, охать-охать, надо же, и я, вот, могу разгибаться, приседать, могу там, короче, они стали сами удивляться, значит, а когда уехали, ну, уже некогда было, уехали на Харьков, все. Вот, значит, то потом бабушки тебе звонили, значит, уже в Харьков уже, говорят, что когда там день прошел, значит, да, утром они там судачили, выяснили, что и у других такие конкретные были исцеления, оказывается. Там, у одной был диагноз, значит, там, там и все, там очень страшный, у кого-то кожа очистилась, не было ни чесотки, ничего там, то есть, короче, они потом, ну, такой пережили стресс в этом селе. И, а я еще, ну, так неосторожен, у меня с собой были календари нашей церкви, а там, значит, по центру, ну, православной, ну, обновленческой календарь, там написано было, реформантатская православная церковь, значит, и там ваш покорный слуга по центру был там изображен, значит, я был там, значит, там, во всех регалиях, там, архиерейских этих облачениях. Ну, думаю, вот-вот, на память вам повесите себе там. Короче, одна бабушка взяла и меня вывезла, так. Канонизация. Да, такая частная канонизация была. Короче, она православная, но она была конкретно исцелена, то есть, у нее вообще там опухоли всякие внутренние были какие-то, и по-женски, все, значит, она была исцелена, представляете, значит, и, значит, и она в рамочку, и на стеночку. А как потом узналось, а мне в Киев, Харьковские уже ребята, эти братья в Киев звонили уже, рассказывают, они потом их посещали, и, говорит, одна из бабушек, этих евангельских бабушек, рассказывает, я, говорит, к той захожу, ну, они там друг у друга в гостях бывают, я, говорит, вижу, твой иконостас, говорит, он не убавляется, все прибавляется, прибавляется, а это что? Журавлев? Как Журавлев? Ты хоть помнишь, что он говорил? Что говорил? Ну, что там не надо молиться там ни Николаю Годнику, ни кому-то еще, значит, а только Богу, ну, как бы, знаете ли, как в селе, да, 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 а делает свое. Не знаю, не знаю, вот этот народ своеобразный очень, значит, и, оказывается, она была исцелена, а у нее большой огород, она одна, значит, и огород бросать не хочет. Короче, значит, я, говорит, встаю, говорит, никакая, значит, а работать надо, я, говорит, говорю, Журавлев, помоги мне. Помогает, с утра до вечера, вниз головой на огороде, говорит, и хоть бы что, помогает, говорит, на другой день опять встаю, никакая, а надо работать еще мне. Журавлев, помоги мне. Помогает, говорит, а я потом в церкви рассказываю, братья, то-то я смотрю, ночью, ну, встаю утром, значит, как будто мне пахали. Оказывается, я бабушку по ночам огороду вскапываю, я и не знаю, думаю, и смех, и грех, короче, вот, ну, ладно, думаю, вот, ну, короче, эта бабушка еле-еле со скрипом, но пообещала Журавлеву снять, короче, вот, до следующего сезона. Так что, да, у меня еще профиль есть такой еще. Дима звонит с Липецка, да, привет всем, Липецкие. Да, значит, слава Богу, так что, да, и Липецкие смотрят тоже у меня, оказывается, сейчас, братья, да, хорошие братья-писятники, не регистрирована писательская церковь, очень хорошая братья, братская церковь такая. Привет с Киева. Привет с Киева всем, да, слава Богу. Хорошо, и, знаете, вот, я понял, после того инцидента, я понял такую вещь, как вот, многобожие дало поклонство, оно по умолчанию в человеке есть. Знаете ли, вот такая опция, невозрожденном человеке, оно, она есть уже. Но, чтобы сделать опцию, именно такую выбрать, только лишь Господу, Богу поклоняйся, Ему одному служи, надо сделать акт веры уже. Вот это решение, очень важное решение. Вот, и культы возникают, и заблуждения очень просто. Вот таким вещам Бог проявляет себя, да, но стоит поддакивать, да, понимаете ли, стоит, ну, сказать, ну, конечно, молись, молись, все, и все. И вот рождается очередное, там еще, заблуждение. Вот, а вся задача наша христианская, как раз стрелки все переправляются к Господу, и говорится, вот, только Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи, все. В этом есть христианство. И, знаете, вот, в 2003 году откровение, я все-таки это расскажу. После того случая с мальчиком, воскрешение, я сам был так в недоумении. Мы ехали обратно домой, в Киев ехали, повернули. И, знаете, по дороге я пережил еще один стресс тогда, в третьем году. Кстати, это было в пятницу, которая называется, ну, перед субботой, Лазаревой субботой. Перед Лазаревой субботой как раз. Лазаревый ион. Да, и именно как раз, вот, это потом уже, спустя там какие-то дни, я проанализировал, думаю, стоп, это ж, ну, пальцем в небо прям. Понимаете ли? И вот уже поздно вечером уже, значит, уже по темну едем обратно в Киев. И я пережил еще стресс. Я слышал Бога, голос громкий. То есть никогда такого не было у меня ни до того, ни после того. Уже после того прошло достаточно много времени. Вот, и честно говоря, не очень, как бы даже и, ну, не знаю, правильно, неправильно, но не очень хотел бы, чтобы еще такое было в моей жизни. Потому что это было громким голосом. И я скажу, что я не знаю, как это выдержал просто-напросто. Вот, я полагал, что это слышно далеко за машиной моей. Далеко. Но самое интересное, жена была со мной в машине. Она, как потом выяснилось, уже на другой день уже, утром, вот, она ничего не слышала. Ничего, ни дополнительного шума какого-то, ничего. Я был на все сто убежден, потому что это было очень громко. Очень громко. Я слышал это не просто внутри сердца где-то, а своими ушами. Вот, значит, и это было три раза одно и то же. Это был вопрос. Ты это видел? Так было сказано, только очень громко. Я не мог ничего ему ответить. Вот, поверьте, вот не мог просто даже ничего. Ни за, ни против, ни да, ни нет. Ничего не мог ответить. Что-то такое промямлил, пробубнил что-то непонятное. Вроде как, ну, да, Господи, что-то и все. Ничего не мог ответить ему. Не возразить ничего. И три раза он меня спрашивал одно и то же. Но каждый раз, вот, когда он спрашивает этот голос громко, я шокирован был. Я слежу за дорогой, все смотрю, но я был настолько шокирован. Я вспоминал все происшествие того дня. Я так думал, мне бы самому кто ответил, что же произошло. А он просит меня ответить. А я не знаю, что ему ответить вообще. И, понимаете ли, и третий раз, когда голос тот же самый сказал то же самое, спрашивал, видел ли я это все. Тот же самый голос сказал следующее. Так же громко. Вот так будет и с церковью. И все. И как вот внезапно пришел, так внезапно ушел. Больше не слышал. И до сегодняшнего дня ничего не слышал. Больше ничего подобного. Вот. И, но, но, когда этот голос прозвучал, ехал дальше, была моя мысль дальше. Но это было из Писания. И это было одно и то же. Я не мог ни о чем другом думать просто. Мой ум был полностью заполонен вот этими мыслями. Я есим воскресенье. Десятки раз вот еду, и одно и то же вспоминается постоянно, как вот на повтор включено. Я есим воскресенье. Я есим воскресенье. Потом еду дальше, и вот мысль продолжается так вот. Я есим воскресенье и жизнь. Я есим воскресенье и жизнь. И тоже еду, и тоже десятки раз. Одно и то же, и не скучно, и все вспоминается, и приятно. И я это вспоминаю, одно и то же мысль. А потом вот эти вот повороты, там Кипти есть, Копти, вот поворот Черниговской трассы-то вот, и прямая уже на Киев. И вот этот сиест с Кипти, он, говорю, на всю жизнь мне запомнился, потому что я когда съезжал в этих Киптих, значит, на этом повороте, мысль продолжилась вот так вот, и верующий в меня, даже если умрет, оживет. Представляете? Я был настолько шокирован вообще, вот, тем более, это не совсем по синодальному тексту, потому что я этот текст знаю, это Иоанна 11.25, это как бы я даже до того и проповедовал на эту тему, но этот текст использовал в проповедях, знал его много раз, но использовал, но никогда он у меня не звучал так внутри, во-первых, во-вторых, вот в таком ракурсе, не видел его никогда этот текст. И тем более там вот это даже если, там в синодальном тексте нет этого, Ну, интересно очень. И до самого Киева, пока только в город въехали, тогда уже прекратилось это. Одно и то же воспоминание одного и того же текста у меня. Вот, прекратилось, уже не было воспоминаний этого, просто я ехал дальше, уже по Киеву. Вот, и мы почти не спали, значит, рано утром встали на кухне и с женой общаемся. Я спрашиваю ее, что она думает по тому, что произошло вообще. И я вдруг узнаю, что она, оказывается, ничего не слышала. Ничего. А я был в таком просто и шоке, и стрессе. Я даже не спрашиваю ее, а я убежден был, она то же самое все это слышит. Она, оказывается, ничего не слышала абсолютно. Но она за то кое-что видела, чего я не видел. А я смотрел на дорогу. Я внимательно смотрел на дорогу, тем более после, мы возвращались уже, понимаете, значит, я смотрел на дорогу, значит, и после такого стресса, да, знаете ли, я первый раз в жизни сбивал человека. То есть у меня было как будто кино, как будто про кого-то показывают кино, не про меня, понимаете ли. Вот, а это было про меня. Вот, и я смотрел на дорогу, значит, там все, значит, и, понимаете ли, и ехал не спеша еще, тем более то, что там по ходовой переживал, потому что пытаясь избежать столкновений, я съехал потом с дороги, значит, и там, ну, повредил немного. И поэтому очень даже так, и не спеша, и смотрел на дорогу. Но я не видел ничего на дороге, кроме дороги. А она кое-что видела. Она встрепенулась, я помню этот момент, думал, ну, мало ли, бывает, как вот человек заснет слегка, да, потом раз, как будто вот так вот просыпается, как будто бы. Я думал, она просто вздремала незаметно, оказывается, не вздремнула. Оказывается, она не спала совсем, она встрепенулась от неожиданности. Она потом рассказала, но, говорит, тогда я не решилась, потому что, говорит, ну, я понимал, что ты и так в стрессе, еще тебе сейчас расскажи, что я вижу, ты, наверное, вообще, значит, там, это, по тормозам, там, дашь сразу. Значит, потому что она видела, перед нами идет человек. Во всем светленьком, ну, не знаю, километров 80-90, а он не спеша идет перед нами. И во всем беленьком светленьком, как костюмчике светленьком, я присматриваюсь, он не спеша идет, но на такой скорости, как бы, идти не спеша перед нами. И потом он стал таять, исчезать, меньше, 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 и потом только одно пятнышко шло перед нами только. И потом уже ближе к Киеву оно исчезло, просто это пятнышко, и все. Больше она не видела ничего. Удивительно, думаю, стоп, я не видел ничего, никакого, ни пятнышка, ни свечения, ни тем более какой-то фигуры, я абсолютно не видел перед нами идущей, как бы. Вот, но сказал жене, видимо, Бог показал тебе ангела, потому что я, говорю, я ничего не видел, вот, а ты видела. Интересно, почему-то иногда она видит, я не вижу там. Так вы слышали в этом, а она не слышала. Ну да, ну да, она не слышала. Ну, видимо, кому-то что, да. Вам озвучиво, не все же коту маслица. Ну ладно. Почему-то это без одежды к вам и говорили. Вот, понимаете ли, после того, да, и еще, вот в субботу тоже я понимал, что Бог меня исцелил внутри, как служителя. И если до того я, вот, бывало, то верю, то не верю, и когда начинаешь думать по-человечески, как это может быть вообще, вот, реформация в православии. У протестантов, да, я представляю себе, более или менее, как это может произойти. У католиков даже могу представить, но у нас нет, 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 это только не в православии, нет. Где-то спасение отдельных там священнослужителей, да, это я верю, я это знаю и на своем примере, на примере некоторых священников наших, допустим, там, вот, как вот, с Румынии наш там служитель Богдан Ионеско. Вот, очень хорошее, сильное свидетельство у него, покаяние. Традиционно тоже православный священнослужитель, чуть постарше меня, и он был монахом, архимандритом, значит, там, даже одно время исполнял обязанности наместника одного из монастырей, там, провинциальных. Значит, и сейчас он в этом, как, Будапешт или как там, или Бухарест, Бухарест, Бухарест называется, да, вот город, значит, и сейчас женился, ребенок у них родился, слава Богу, все прекрасно, вообще, значит, там, семья. И вот покаяние этого священника мне очень сильно впечатлило, вообще, вот, как вот Бог спас его через, через Евангелие, через, вот, там есть покоенцы, или как они называются, вот эти вот люди, которые, евангельские верующие, они читают Писание просто, они никакой конфессии особенно не относятся, вот, дедуктивный метод изучения Писания у них, они осваивают. Они даже не протестанты называются, как бы покаявшиеся какие-то там люди, вот, и через них он стал читать Писание, изучать Слово Божье, это, значит, и, вот, такие перемены произошли. И он говорит, я был архимандрит, но я теперь понимаю, я был архибандит, говорит, значит, а не архимандрит, значит, и, значит, слава Богу, что, значит, вот, Бог его развернул так на 180 градусов, вот, человек занимал такую должность церковную, но он, говорит, я понимаю, что я, ну, не был рожден даже вообще, я не знал Бога вообще, Бог для меня, ну, что-то такое, вот, и другие примеры, но, вот, большая реформация, я думал, это невозможно, но как раз после 2003 года я теперь так говорю, что невозможное человеком, возможно Богу, Богу все возможно, поэтому, и тем более так, что, если по-человечески, когда невозможно, именно тогда Бог вмешивается и делает все так, он всегда вообще делает все так, что слава только лишь ему одному достается, вот, это его почерк его, и в этом, в реформации православия точно слава никому не достанется, только лишь ему одному, все, однозначно, слава Богу, да, пусть Бог благоставит всех нас. Сегодня было такое слово, у нас чудесный, да, сегодня нам говорил проповедчик, вот что-то похоже.